доброго времени суток всем всем привет с вами александра нато и мы приветствуем вас на очередном нашем подкасте кстати не такие же и частые как могло бы быть но зато среда в точку да но мы кстати на эту тему еще немножко скажем отдельно я думаю первое же самое главное событие это три тысячи подписчиков о да это достаточно большое достижение на самом деле я считаю и круто канал прям живет постоянные комментарии тарика нет не больше нравится что у нас ребята вот как они вот действительно как говорят у вас будет ламповая обстановка но ну хотел бы верить что она действительно так потому что мне нравится видеть какие-то ветки бесед которые появляются под видео ребята общаются между собой ноги уже друг друга вот именно именно по комментариям формулирование узнают друг друга в общем довольно активные диалоги ведутся под видюшками что не может не радовать ага точно и мне нравится что руганье очень мало бывает конечно индивидуума но все равно все довольно таки мирно и очень хочется надеяться что и дальше будет продолжаться также культурно и по-доброму друг другу но ты знаешь по этому поводу у нас какое-то количество народа и не задерживается потому что для многих культура общения то есть даже не нам для многих для какой-то части людей культура общения не стоит на главном месте поэтому в общем-то такие люди у нас не особо задерживаются да в общем-то мы не сильно из-за этого переживаем я бы сказал пусть лучше будет меньше но зато становку приятнее и хочется сказать опять же всем спасибо за то что вы комментируете там советуете чё ты не могу сформулировать я в том плане хотел сказать что спасибо большое тем кто комментирует и простите если мы не всегда реагируем на ваши комментарии сейчас канал довольно активно живет и дальше это активность наверное будет увеличиваться и нам все сложнее сложнее будет отследить все дельные советы кроме того и все возможно почему понимают мы записываем серии заранее по несколько серий иногда мы впритык записываем иногда заранее на неделю стараемся заранее записывать потому что но сами понимаете у нас все-таки мы семья у нас именно жизнь у нас да и вообще нельзя запланировать нас ну как бы сильно наперёд никто же не знает что произойдет одно дело запланировать и другое дело как получится и не хотелось бы оказаться в какой-то ситуации когда мы что-то не успели и огорчили вас из-за этого поэтому мы стараемся записывать заранее и из-за этого многие комментарии как бы даже пусть они будут сто сто раз полезны и хороши но просто физически невозможно вернуться к тому моменту потому что если мы этот момент уже в игре прошли а нам дали совет дельный мы это конечно волос хватимся за голову блин как вот не догадались но в итоге сделать тоже чего ничего нельзя вот например с метро комментарий сегодня был что на калашникове нет у меня глушителя такая я не догадался об этом вы еще об этом не знает да в общем вот просто таких ситуаций очень много те ребята которые у нас дома на канале они об этом знают как бы что мы с опережением серии пишем ну это нормально в общем-то потому что еще очень много времени уходит на то чтобы все закодировать надо чтобы залить это все и вот новички немножко не в курсе поэтому вот отдельно еще раз хотим проинформироваться вас об этом яркий пример этот подкаст мы пишем сегодня выйдет завтра короче на следующий день ладно я думаю что мы с этим всем все сказали чего не забыли всем спасибо сказали не по-любому чем забыли по-любому да возможно ладно дальше тогда по планам во первых закончилось прохождение на ты второй части депонии и пока она со своим вторым прохожу короче со своим следующим прохождением думает делает мучается ну да и у меня тут еще и пока творческий маразм поэтому чуть чуть попозже со своим прохождением буду да зато у нас загашнике лежит пар край блуд драгон который я записал уже очень давно на самом деле но получалось его выложить из-за проблем с правообладателями у нас первая серия блокировалась и нельзя было выложить никак но сейчас вроде блокировка снялась и уж не знаю надеюсь нам это никак не аукнется люди выкладывают самое смешное что весь он весь youtube завален там был драгоном причем он завален еще с тех времен когда пиратка утекла в сеть и нормальные люди ничего у нас купленная версия уже после релиза и вот такие проблемы возникли да да мы так хотят так торопились саша прям буквально сразу же сел проходить и вот в итоге вот так получилось обидно обидно не по словам так следующее резиденты был ревелейшн много вопросов по этому поводу кстати ну да он не едино спрашивали будем ли мы пропали будем ли мы пропали хотя мы говорили в предыдущем подкасте с ним вообще очень неоднозначно какая-то судьба у него у меня огорчил ревелейшн надо очень непонятно то ли там кооператив все-таки будет то ли все-таки он будет в виде отдельный какой-то отдельного режима игры очень бы конечно хотелось увидеть именно компанию кооперативе но судя по всему играть придется кому-то одному скорее всего этой буду видимо я она то будет со мной совет давать или то брайдер и во слайд на это сожалению возможно после того как пройдем игру попробуем поиграть в кооперативе в кооперативном режиме но там как я понимаю будет все то же самое что и в компании просто на время и загадывать потому что неизвестно мы вообще думали что там написано совместно прохождение для меня совместно прохождение это прохождение компании сюжетки какой-то а мультиплеер это мультиплеер то есть какие-то там пвп бои там или просто хочу сказать что если там компания идет не кооперативным режимом то мы ее все равно пройдем кооператив уж не знаю будет он не будет у нас все зависит от времени и насколько игра вообще заинтересует так что будем смотреть уже ожидайте к выходу то есть буквально же она она вот мы паска подкаст этот пишем в четверг выложился в пятницу и в пятницу как раз должна выйти revelations ну да там день на запись как получится посмотрим в смысле revelations выйдет вообще на канале она появится видимо выходные или после выходных как только мы с ней справимся вы же знаете мы же не можем просто так просто нарезать быстренько и накидать как попало у нас все в их вечно с геморроем надо заставочку надо в опенинг узочку подобрать да дальше на самом деле очень ожидаемо мной наверное проект remember me который выходит по моему 6 июня и к сожалению забыл себе открыть дату посмотреть по моему 6 июня и это что-то будет по типу tomb raider но таком будущем sky фай отража да и по трейлерам очень заманчиво выглядит игра и по отзывам критиков тоже довольно интересно смотрится так что будем ее очень ждать и я надеюсь что у нас все получится и мы ее будем на канале проходить еще одна игра которую тоже в принципе ждем но сложно пока что-то сказать она у нас накладывается на все текущие проекты поэтому непонятно сможем ли мы осилим ли мы ее вообще проходить это мар марс варлокс она вышла же уже по идее она вышла на английском короче за рубежом она вышла но наши локализаторы как обычно задерживают и мы из-за этого суетиться не стали потому что прохождение на тот момент уже шли активные как бы и суетиться из-за этого не стали то есть решили дождаться русской локализации там очень она и прыгай очень сильно играет то что она переведена ли не перевезла хотелось бы все-таки на родном языке проходить понимать что делаешь ну да просто лишний раз перевод отвлекает конечно от игры и особенно в каких-то надеяться что локализация время может надо очень надеемся и сама игра опять же должна быть очень интересной но что-то по этому поводу пока спрогнозировать сложно ну поиграть очень хотелось бы и пройти до канала ну и в заключении по поводу игр на самом деле планов вообще то я не знаю до какого места очень много до задница чё уж скромничать озвучиваем естественно не все чтоб лишний раз не обнадеживать каким-то конкретным вещам вот и заключение в заключении от нато будет небольшой бонус виде интересной нарезки надо я делала уже по borderlands а тут решила думаю там тысячам подписчиков еще раз про шерсти увидишь кинул на самом деле там очень много надо смотреть и очень много времени на это потратить постараюсь а уж как получится вам судить надеюсь настроение будет высоте ну я чисто от себя могу сказать что я видел немножко из нарезки и мне уже понравилось готовый вариант думал будет еще лучше выйдет после подкаста я не знаю как я управлюсь конце или начале следующей неделе получается скорее всего она сразу же да не то проинформирую не то похвастаюсь сразу скажу уже не единожды задавали вопросы и сразу хочу здесь тогда прояснить ситуацию раз уж мы начали про мои видео заморочки были такие вопросы то есть заказываем интро или не заказываем все видео мы делаем сами вот и как бы их нигде не покупаем и и делаем заказы на их изготовление более того почти все интро делает надо сама я там очень мало участвую обычно я как критик только принимаю участие в основном ну и естественно я очень рада когда кто-то подписывается что понравилось значит не зря старалась вообще как бы много времени на это уходит а просто поставить картинку ну вот конечно проще но не так не так запоминающийся не так интересно и мне кажется хорошая интро дает стартовую какую-то обстановку что ли атмосферу атмосферу готовлю ну не всегда конечно получается то что хочется иногда время прижимает поэтому приходится как-то себя ограничивать в полете фантазии я даже сказал что приходится еще очень сильно ограничивать по времени себя да это не быстрое дело пожалуй наверное очень сложный момент это в том что подобрать музыку подобрать музыку подобрать видеоряд именно тот кусочек музыки который бы отражал вот нужную суть и плавно закончить плавно начать или как-то уложили в 20 секунд ну да ну ладно хватит меня хвалить я уже вся зарделась вообще это все можно было бы отнести к следующему пункту вопроса ладно не будем уже чего перезаписывать я думаю пойдем дальше с этого подкаста мы хотим сделать такую еще под рубрику подкаста как вопрос-ответы пока это такой пробный какой-то вариант тестовый тестовый да будем стараться подбирать интересные вопросы за там какое-то количество времени уж не знаю как у нас получится подкастом и подкасте озвучивать наиболее такие вопросы ответы каким-то темам ну и собственно первый же вопрос это наверно даже зрителям нужна ли вообще такая под рубрика в подкасте ну да может быть есть смысл какой-то тогда заменить вопрос-ответ она в группе vk и именно сделать сборник этих вопросов то есть народ записывает но задают вопросы а мы допустим на подкасте их быстренько по списочку прошлись ответили это и дополнительный тему для подкаста стимул выпускать его почаще опять же вот вопрос нужно ли она или достаточно отвечать так комментариях там или еще где-то просто тут еще в чем плюс мы ответили мы где-то в комментарии но увидел этот человек которому она адресовалась а последующий видюшка абсолютно аналогичный вопрос но это подкаст это дело не решит но по крайней мере кому-то возможно будет интересно опять же и опять же опять же я хочу сказать что вот допустим если мы это озвучим подкасте ответы на какие-то вопросы много же ребят смотрят подкасты и где-то где-то может быть сами ребята подскажут на этот же вопрос ответ было бы очень благодать могут были бы оба очень благодарны конечно если старички допустим помогали с ответами новеньким на канале то что они знают сами было бы очень здорово да очень долго приходится повторять одно и то же по несколько раз допустим под помочь с группой или есть допустим направить на часто задаваем вопрос мы их уже и в шапку поместили ссылку на группу и в описании каналы в общем вот такие вот рутинные именно вопросы след следующего поздно наверное сразу расписание видео очень много вопросов по поводу когда-то видит выйдет когда это выйдет а где don't starve и так далее а вы его бы бросаете зачем бросаете мы его не бросаем даже в планах пока нет даже учитывая количество серий уже по нему снятых чувствую будет еще больше и для него обновление недавно вышло опять же которые правда не очень понятно когда мы до него дойдем и сможем посмотреть короче суть не в этом при том что мы уже это расписание выделили в отдельную страницу поставили на канале шапочку прям может и желтым светом выделила так прям и ярко это конкретно ведет на страницу с расписанием всегда можно зайти да и посмотреть я напомню еще раз что группа у нас открытая вконтакте поэтому зайти и посмотреть расписание может любой абсолютно регистрируется не обязательно если вы любите всякие социалки я сама их не люблю а я так как положение обязывает следующий вопрос интересный был задан в опять же вопросах вконтакте мы решили его здесь же озвучить потому как принципе периодически появляются такие вопросы похоже по каким критериям вы выбираете игры для прохождений для плитсплеев для стримов я дала довольно таки развернутый ответ но я думаю есть смысл еще раз переозвучить его может быть что-то саша добавит что это писала в общем каких-то конкретных критериев у нас для игр нет то есть есть некоторое количество факторов по которых по которым мы выбираем игры то есть для нас очень важно наличие кооператива совместной игры потому как понимаете нам нравится играть вдвоем самый важный фактор пожалуй вот далее интересы зрителей несомненно важный фактор опять же жанры жанра я думаю это вообще абсолютно игры могут быть разных жанров главное насколько они интересны мы вообще практически не предвзяты каким-то жанром я не могу сказать не могу назвать пожалуй ни одного жанра который я просто не люблю у меня есть жанры которым я отношусь ровно но такие игры саша заберет под свою опеку вот и естественно я бы сказала фактор на том же уровне как и наличие кооператива это насколько нам самим игра симпатична то есть логично что никакого желания играть в игру которая нам не по душе как минимум смотреть такой летсплей даже вам будет не интересно потому что в каждом слове будет сквозить пока нам не хочется да и тратить на это время тоже не хотелось бы потому что есть гораздо есть много проектов которым следует уделить внимание причем с большим желанием с проектами сейчас вообще завал очень много задумок конечно в плане но было бы больше времени у нас все время все упирается время 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 да причем забавно как бы это смешно не звучало какой бы это отмазка уже не слышалось каждый раз каждый раз одно и то же не забавный просто на самом деле факт вот вроде бы есть время думаю сейчас записываем это сделаем то и можно будет еще что-нибудь записать а так раз 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 а уже времени нет пока туда-сюда все сюда туда туда вот даже взять запись бордерлендса вот наша вчерашняя или позавчерашняя у казалось бы чего все садись и играй пиши у нас играть раза четыре вылетела вообще очень странный момент каждый раз приходится перезаписывать все это дело и в итоге мы потратили весь вечер и толком ничего не сделали для серии записали всего в общем и таких моментов очень много сложно что-то планировать как в прохождении так и именно запланированном времени тот же этот меня вспоминается метро который мы мучили последние три серии записаны они правда будут выложен только насколько я понимаю понедельник вторник среда там не знаю там какой-то очень зубодробительный экшен получился в некоторых местах и было довольно сложно пришлось довольно сильно монтировать серию то есть ну да для вас то это мы сделаем специально чтобы ну то есть не смотрите просто не интересно будет на одно и то же смотреть поэтому я просто старался вырезать моменты лесенкой то есть какую-то часть прошли после этого продолжение и так далее я думаю это будет адекватно и интересно все ну да смысл там строить из себя театр одного актера делать вид что ты это не проходила и видел если но это глупо будет просто больше что не всегда даже получается 2 попытки пройти а уж на 4 5 попытку там точно уже никаких эмоций нет положительных все они есть но они не те и в заключении еще раз всем спасибо за вашу поддержку за ваш комментарий советы и не обижайтесь если мы где-то что-то пропустили и ответили не увидели не сделали мы тоже людям и устаем тоже и забываем а а ну хотя с рассеянность у нас вообще вообще все хорошо очень и не стоит требовать что-то от нас не забывайте что это все таки хобби да это не основное место работы это даже совсем не работа то есть мы тратим на это свое личное время и когда начинают какие-то претензии в плане вы должны вы обязаны вы просто вы просто негодяи потому что нас не слушаетесь это перебор конечно ребят это относится к тем кто именно так себя ведет в основном у нас ребята няшки и лапочки ну и на этом я думаю мы попрощаемся лето отдыхайте нас смотрите мной про отдых не забывайте всем пока всем пока